Приветствую вас, друзья, на нашем вебинаре «8 формул УТП» – предложение, от которого невозможно отказаться. Я вижу все свои, но тем не менее, если кто меня не знает, меня зовут Любовь Долгая, и я занимаюсь тем, что я могу обучить, как найти вашу целевую аудиторию через социальную сеть ВКонтакте при помощи определенной системы, она называется ВК-мани, ну и также помогу автоматизировать ваш бизнес в интернет. И у нас сегодня тема «Уникальные торговые предложения». Это зачем нам нужно УТП себе создавать, да? Потому что любого профессионала от непрофессионала отличает наличие УТП. То есть это, ну, вы какой-то индивидуальный, вот какой-то что-то даете особенное. Вот это и есть УТП. И вы знаете, у нас есть курс, который называется «Антиспамер», и мы там УТП разбирали, ну так, более подробно, разбирали определенную формулу этого УТП. УТП, которое продвигает вот вас как бренд, это в этом курсе, но, возможно, кто-то еще не готов лично сам продвигаться как бренд. Возможно, кому-то сложно составить вот это УТП. Вот поэтому, друзья, я и решила сегодня провести такой небольшой вебинар, ну, для тех людей, кто не готов пока продвигать себя как бренд. Но, тем не менее, обязательно нужно, чтобы у вас было свое уникальное торговое предложение. И вы знаете, ну, давайте мы сначала посмотрим, что же такое УТП. УТП – это такое предложение, которое объясняет многим людям, вернее, другим людям, чем ты занимаешься, и почему эти люди должны обратиться именно к тебе, а не к твоим конкурентам. То есть вот это все может быть в одной-двух фразах. Чем ты занимаешься и почему должны обратиться именно к тебе, а не к конкурентам. Если не будет у вас прописано ваше УТП в социальных сетях, то просто люди будут заходить и не понимать, чем вы им можете быть полезны, и будут закрывать или предлагать что-то свое, если будет написано УТП, то сразу же понятно, чем вы можете быть полезны. И, вы знаете, вообще вот такие предложения УТП, они на сегодняшний день очень сильно изменились с тем временем, как это было 4-5 лет назад. Я хотела вам дать готовые такие шаблоны. Прям вот у меня были я объявления, когда-то давала платные по этим шаблонам. Они у меня все проверенные, все рабочие. И вот на сегодняшний день, когда я их открыла и начала смотреть, друзья, вот настолько все-таки время поменялось. И если раньше, 4 или 5 лет назад на вот такие объявления, на такие УТП, на такие шаблоны, многие люди, конечно, шли, может быть, даже бежали, потому что вот было написано, что компания так-то-так-то, надо вставить название вашей компании, предлагает то и то, или там выйди за 2 месяца на доход, или еще что-то, или еще что-то, то на сегодняшний день уже вот эти все фразы, эти все призывы, их настолько много, и они уже просто не подходят, они уже не работают. Потому что, ну, огромнейшая конкуренция, везде написано, что вот моя компания, выйди на доход, самое лучшее и так далее, так далее. То есть надо что-то уникальное. Я сегодня, когда посмотрела на эти объявления, объявления, они у меня собраны на компьютере, собраны в папочке, причем и статистику знаю, которая тогда была по этим объявлениям. Знаете, это было тогда. И я поняла, что совершенно будет неправильно, если я вам вот эти старые УТП, старые объявления… УТП – это то же самое объявление. УТП – это пишется на продающей странице вашей УТП. Это может быть заголовком. Или УТП – это может быть под заголовком, так более широко уже раскрыто. УТП мы пишем в статусе. И я сегодня решила, что, когда посмотрела, что это просто будет как… Ну, нехорошо, не подходят вот такие УТП, они уже утратили свою актуальность, даже не то, что утратили, а масса людей вокруг примерно вот с такими же предложениями. И надо что-то дать совершенно другое людям. И еще. Вот зачем нужно УТП? Опять же, такие воспоминания. Вот передо мной сейчас прямо лежит такой лист. Мы делали визитки необычные, когда работали на земле. Вот мы постоянно пытались вот чем-то наших клиентов завлечь. И делали сами листовки всевозможные, баннеры, визитки. И вот передо мной, возможно, сейчас я после вебинара прям сделаю скрин или фотографию и размещу где-то ВКонтакте, чтобы вы увидели. Но это очень классно у нас работало. Вот смотрите, написано, значит, женский клуб, женский проект «Стану супер». И в той компании, с которой мы сотрудничали, была самая-самая дорогая семинедельная программа омоложения. Она так называлась, там она несколько тысяч долларов стоила. Вот. И мы вот под эту программу, под эту программу составили вот такие, ну, не листовочки, скажем, ну, а такие красивые, красивые визиточки. Она у нас такая прям двойная была. Вот. И здесь было написано «Секреты женского совершенства», «Мастер-класс по уходу за кожей спа», «Методы коррекции фигуры», «Вне конкуренции с соперницей», «Аромамагия ароматы» и «Ванна Клеопатры». И написано «Только таких любят деньги». То есть, друзья, вот постоянно делали какие-то необычные листовки, необычные такие пригласительные для того, чтобы люди приходили к нам в офис. И, конечно же, были такие, которые работали просто на ура. То есть, вот ты человеку даешь, и человек, ну, обязательно, там, женщина и мужчина, у нас для мужчин были отдельные свои такие клубы, вот. И они обязательно звонили или приходили на, ну, на встречу, на какое-то мероприятие. Мы тогда, конечно же, понятия не имели совершенно, что такое УТП, но вот сейчас ко мне доходит, что, значит, вот те вещи, которые мы создавали, те, которые именно работали, вот там было хорошее УТП. И люди на них приходили, потому что это было необычно. У нас даже было такое, что мы говорили, что у нас мест нету, и это действительно было так, не просто, чтобы как-то подзадорить, да, а действительно вот просто не, ну, не помещались уже в наш клуб больше людей. Вот. Поэтому, опять же, в интернет очень важно, чтобы вы показали, чем занимаетесь, и почему обратиться нужно именно к вам, а не к вашим конкурентам. Ну, конечно же, мы прописываем нашу целевую аудиторию. Это с этого начинаем. Да, вы хотя бы вот просто смотрите, ну, с кем хотите работать. Для начала это мужчины, женщины. Минутку. Мужчины, женщины, там возраст какой-то, может быть, это мужчины и женщины. То есть прописывайте вашу целевую аудиторию, чтобы к ним правильно обращаться, и потом мы с вами составляем наше УТП. И вот несколько шаблонов, и хорошо бы было, если бы вы со мной вместе поработали. Вы знаете, я хотела прямо напротив каждого шаблона написать… Ну, это формула такая, да? Даже не формула, это шаблон все-таки. Напротив каждого шаблона хотела написать несколько примеров. Но получается таким образом, что когда ты пишешь пример, то все остальные люди, они уже, ну, им этот пример перед глазами, и все пишут, ну, такие одинаковые примеры. Ну, давайте, может быть, кто-то из вас напишет, пока я буду читать, рассказывать, как это выглядит, как это смотрится. В общем, любой шаблон, который сегодня я дам, вы можете выбрать и очень-очень быстро написать свое УТП, если вы не написали, как по формуле, как для продвижения своего бренда. Значит, шаблон 1 – это продукт. То есть называете, что это? Это может быть какая-то программа, это может быть какой-то курс, это может быть, ну, вот какой-то продукт. Для кого? Для целевой аудитории. То есть обязательно прописывайте. Вот у нас сейчас такое время, что очень много информации. И когда мы пропишем, для кого этот продукт, например, для сетевиков, для мамочек, для мужчин какого-то определенного там, у которых есть автомобиль, например, да, вот, то это уже будет людей цеплять больше, будет оставаться именно ваша целевая аудитория. Следующее – это кто эта проблема или желание, пишем вашей целевой аудитории, и выгода, которую они получат. И вот здесь можно абсолютно все прописать. И смотрите, вот то, что я вам рассказала, то, что я рассказала о нашем клубе, который был когда-то давно-давно, да, когда мы еще на земле оффлайн работали, «Секреты женского совершенства» или как он, «Стану супер» он у нас назывался, да. Вот. То вот то же самое можно прописать по этому шаблону. Например, «Клуб Стану супер» для молодых мам, которые хотят оставаться стильными в любую минуту. Программа составлена так, что вы в любое время можете там, ну, обновить или там получить что-то или заработать. Вот таким образом. Если кто-то готов, можете написать по этому шаблону, по этому шаблону свой какой-то… свое УТП. То есть продукт для кого, какую проблему решает и какую выгоду получает человек. Я понимаю, что, возможно, здесь… Ну, возможно, сложно сразу так, но тем не менее. Вообще хорошо, если бы сразу это и попробовать сделать. Хорошо, если вы пишете, вы пишите. Я иду дальше. Значит, шаблон номер 2. Я делаю х и отличаюсь у. То есть, например, я делаю подарки ручной работы на уникальных материалах. Или я делаю сайты для MLM-предпринимателей и отличаюсь, чем отличаюсь? Я делаю с тем, что я даю шаблоны, готовые уже через полчаса у человека будет свой сайт. Так, это второй. Вот те люди, кто у нас в антиспамере, в клубе, я все эти шаблоны скину в домашнем задании. Ну, дайте мне обратную связь. Хоть кто-то напишет или тяжело? Вообще дайте какую-то обратную связь. Насколько понятно? Насколько подходит? Так, вы пишите. Ну, плюсики. Тоже хорошо. Да, Татьяна. Хорошо, спасибо. Так, шаблон номер 3. Прилагательное. Путь к желаемому результату и для целевой аудитории. Например, быстрый путь к уникальному стильному образу для женщин плюс 40. или быстрый путь к снижению веса для женщин после родов, или для молодых мам. Или, опять же, для женщин плюс 40. Вот. То есть, опять же, это у вас шаблон для еще одного уникального торгового предложения. и вы можете… Не надо вам делать все вот эти 8 шаблонов, но какой-то из них возьмите, и то, что больше всего вам по душе, то, что больше всего вам лежит к вашему продукту или к вашим действиям, вот этот шаблон и применяйте. Ну и еще один шаблон «Я помогаю Х делать или получить У с помощью, благодаря чему-то». Например, «Я помогаю девушкам забыть о проблеме с кожей благодаря комплексному уходу на эко-косметике». Вот все ясно и понятно. То есть, и целевая аудитория, и девушки, и, скорее всего, это девушки такого более молодого возраста, да, и я их могу отобрать, вот эту целевую аудиторию, и когда они ко мне зайдут на страничку, и они увидят, что у меня написано, «Я помогаю девушкам забыть о проблемах с кожей благодаря комплексному уходу на эко-косметике» или вот на какой-то косметике, желательно даже компанию не писать, потому что, если вы напишите компанию, то люди пойдут искать эту компанию, где-то что-то мониторить и так далее. Вот, можно еще усилить, как это быстро решить эту проблему. Ну, если у вас на странице будут еще и результаты, как было-стало, да, вот с такой кожей, с такой проблемой, то, конечно же, люди заинтересуются. Ну, или вот еще шаблон, но он такой маленький-маленький. Мы те, кто и основное отличие. Мы те, кто обеспечивает, например, самую быструю доставку, быструю доставку по стране. Да? Вот самая быстрая доставка. Иногда это просто очень надо. Вот мы сами, когда покупаем что-то, то мы обязательно спрашиваем, а когда доставка? И потом читаем отзывы. И видим, что они обещают, допустим, доставку в течение двух недель, а доставка бывает, приходит там и через полтора месяца, и через два месяца. Ну, смотря что заказываешь, понятно. И, конечно же, можно хотя бы этим себя позиционировать. То есть, вот какое-то основное отличие. И шестой шаблон. О, я здесь даже оставила написан УТП. Пример. Самый х для у. Вот самый подробный курс по созданию MLM-блога для сетевиков. Все. Вот тоже все понятно. И для кого, и какой. То есть, все ясно, все четко и все понятно. И, конечно же, мне как бы не хочется вас оставить без примеров, но в то же время, я понимаю, если бы я вам примеры не показывала, а вот просто один голый шаблон, то, наверное, бы гораздо больше придумали каких-то своих примеров, каких-то своих УТП. Вот еще один шаблон. Это клиент. Проблема. Например, вы пишете, что молодые мамы, то есть клиент – это мамы, которые часто сталкиваются с невозможностью устроить ребенка в сад. Через разработанную систему, специально разработанную систему, мы вас научим зарабатывать, не выходя из дома. То есть здесь надо, конечно, написать, что вы можете, не могут устроить ребенка в сад, и поэтому не могут сами пойти на работу. И у нас есть специальная система, и мы вас научим зарабатывать, не выходя из дома, через интернет. То есть клиент – решение – проблема. Вернее, клиент – проблема – решение. Ну и еще один шаблон – что, как, почему. Например, я обучаю, как находить клиентов в соцсети ВКонтакте, как при помощи системы ВК Мани, потому что это дает возможность работать без спама и исключительно с вашей целевой аудиторией. Или я делаю красивые детские заколки только из натуральных материалов, потому что девочка – это маленькая принцесса. Ну вот, вот такие восемь шаблонов, вот такие восемь шаблонов, которые применяются, ну, абсолютно под любой бизнес. И я знаю точно, что если по формуле, которую мы давали на брендирование, что-то вот не срастается сделать, пока свое уникальное торговое предложение, там надо про себя что-то рассказать, то есть чем именно вы можете быть полезны. Это лучший вариант, если вы будете рассказывать, чем именно вы, не ваша компания там, или не ваши продукты какие-то, а вот себя как лидера, как бренд продвигать. Это лучший вариант. Но если по какой-то причине пока это не получается составить, значит, можно взять вот эти вот восемь шаблонов. Так, вот Наталья пишет, систему в ЭК-мане указываем. Наталья, можете протестировать? Можете протестировать, где-то указать в ЭК-мане, где-то не указать. Можно просто написать, что уникальная система. Опять же, чтобы люди не ушли из твоего аккаунта, искать в ЭК-мане, смотреть, что это за уникальная система, а чтобы они остались и начали, ну, или тебе задавать вопросы, в общем, вышли на связь. Конечно, верх профессионализма – это когда не указываешь компанию, не указываешь название каких-то продуктов, потому что когда начинаешь указывать компанию и название той же косметики, каких-то БАДов, вот то, с чем вы работаете, то люди просто начинают идти и мониторить. Иногда гораздо легче быстренько промониторить, посмотреть, что это такое, чем ждать, когда человек тебе ответит и так далее. Ну, а там, смотрите, лучше уж тогда указать, если вы не знаете, как по-другому написать. Так, и вот смотрите, друзья. Сейчас, минутку. Вот смотрите, у нас есть такая программа, такой мини-курс, он называется MLM-практикум, антиспамер. И что это за курс? Что туда входит? В этот курс входит секретная формула УТП, но вот это УТП не те, которые я вам сегодня показала, а УТП, которое продвигает вас как бренд. То есть надо стремиться сделать это УТП по такой формуле, которая дается в этом курсе. Это будет лучший вариант. И тогда, конечно же, на ваше уникальное торговое предложение начинают реагировать. То есть самое первое, с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы составляем УТП. Пусть оно будет по этим формулам, которые я дала, или пусть это УТП будет по формуле вашего бренда, будете продвигать сразу себя как бренд, но мы начинаем составлять УТП. После этого на наших аккаунтах, на наших аккаунтах, конечно же, надо привести их в порядок, надо, естественно, поставить фото. Лучше это, если сходить в фотосалон. Ну, главное, хотя бы, чтобы не были фотографии в виде там каких-то зайчиков или баночек, да, или надписи названия компании, чтобы было лицо человека, чтобы было там ваше лицо, ну и желательно в хорошем качестве. И следующее. Следующее – это нужно прописать портрет вашей целевой аудитории. То есть, с кем вы будете работать, зачем нужен этот портрет, зачем нужно прописывать вашего аватара. Это нужно для того, чтобы вам было легче писать посты в соцсетях. Когда вы пишете какой-то пост в соцсетях, вы будете перед собой представлять вот эту вашу целевую аудиторию, будете к ним обращаться. Вообще сейчас, с одной стороны, возможно, тяжелее работать в социальных сетях, да, а с другой стороны легче. Легче чем? Что раньше, чем больше постов, тем лучше они продвигались, и люди и по 10 постов в день делали, где-то копировали их, себе ставили и так далее. То есть, лишь бы вас чаще видели, 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 видели. Сейчас и ВКонтакте, и Фейсбук, кто работает, есть такое понятие, как «умная лента». И если вы пишете посты сами, то вы можете вполне два поста в неделю писать. Этого достаточно будет, чтобы вы хорошо продвигались. Два поста в неделю, вы их написали сами. Люди, «умная лента» будет сама продвигать эти посты. Конечно, будет замечательно, если вам еще кто-то поставит там в комментариях плюсики, еще лучше, если что-то напишут, если нажмут на «мне нравится», да, нажмут на вот эти вот лайки все, тем более будут посты продвигаться. Но то, что огромный плюс, что не надо каждый день выпускать по 10, и знаю, и 15 постов раньше люди ставили в день. Сейчас можно два в неделю, и этого будет достаточно. Так вот, чтобы эти посты были нормальны, надо писать их для вашей целевой аудитории. То есть вы пост на какую-то тему решили написать. Опять же, какие темы это мы будем разбирать. Пост на какую-то тему решили написать. Вы перед собой видите портрет вашего аватара, вы видите его боли, и вот в этот ваш рассказ или в этот ваш пост вы просто включаете боли и проблемы аватара. Ну, а в конце надо задать или какой-то вопрос, или сделать вывод, или спросить совета, или сказать, а на какую тему вы еще хотите, чтобы я написал или написала. Следующее. Конечно же, друзья, вот почему-то люди приходят в интернет и забывают те, кто работал на земле, кого учили то, что мы, что очень важно – это история. Вот кто работал на земле, кто работал оффлайн в офисах, и слышали, что надо продавать историями, надо продавать результатами. Вот поставьте плюсик, если здесь есть такие. Вот остальные пока молчат. Да, только это мы учили. Правильно, Наталья. Да-да-да. Вот я Наталью прям поддерживаю, только это мы учили. Потому что мы, когда пришли работать в MLM бизнес, нам сразу сказали, вот вам надо делать было-стало, да, у нас был такой альбом с фотографиями, и мы просто рассказывали клиенту, вот у этого такой результат, у этого такой, у этого такой, да, вот и Александр. Вот. И прекрасно продавался продукт. Почему-то люди, когда приходят в интернет, они забывают об этом, да, и были результаты, и все продавалось. Забывают об этом, и мы начинаем в соцсетях писать, что приходи, моя компания самая лучшая. Вот представьте, ну, конечно, здесь есть люди, которые новички, возможно, на земле не работали, да, возможно, по поводу вот таких тем, как историй, никто не рассказывал, так вот сильно, но нас прямо заставляли учить эти истории. Я сейчас представляю одно дело, когда мы приходили и рассказывали, что вот Ирина Степанова, она была, работала, продавала цветы на рынке, у нее было лишних 40 килограмм веса, она начала пользоваться продуктом, и у нее там на первый месяц ушло 16 килограмм, все вокруг это увидели, присоединились, ну, и так далее. Да, я, конечно, утрирую, но вот что-то такое было. И представьте, если бы мы рассказывали то, что сейчас пишем в интернете, если бы мы рассказывали, приходили кому-то к клиенту и говорили о том, слушай, присоединяйся в мою компанию, моя компания самая лучшая, она легальная, она еще что-то, она вот еще что-то. Ну, вот нет, результаты делают все. И, вы знаете, если вы будете писать хотя бы два поста в месяц вот таких продающих историй, продающих историй, то у вас будут продажи. Эти продающие истории, опять же, можно закрепить, можно попросить кого-то, чтобы написали какие-то комментарии, чтобы поставили какие-то плюсики, да. Только надо делиться этим, им надо показывать, и люди, конечно же, будут ставить и писать. Вот. И тогда у вас будут продажи, обязательно будут продажи. Ну, и следующее. После того, как мы написали истории, написали аватару, т.п., у нас красивая фотография, да, вот это все должен кто-то увидеть. Вот это все должны увидеть наша целевая аудитория. И что здесь можно сделать? Ну, самое, что простое можно сделать, это через такую программу, которая называется «ВК-фабрика». Создать персонажи, либо, если у вас есть готовые, то есть дополнительные такие странички во ВКонтакте. Если у вас есть готовые туда добавить, это безопасный такой браузер. Я вам не буду сейчас показывать экран, но вы можете на YouTube или у тех людей, кто вас пригласил, попросить и увидите эту программку. Я так думаю, у нас тут практически все люди, которые с наших чатов, которые уже знакомы с ВК-фабрикой и ВК-мани. И вот, друзья, что делает? Вот самое простое, самое простое, где брать людей, где брать нашу целевую аудиторию. Вы заходите в ВК-фабрику, и ВК-фабрика ВКонтакте дает вообще возможность выбирать людей по городу, по возрасту, онлайн, еще как-то. И вы можете этих людей добавлять, ну, один такой способ – это добавлять вручную в друзья, вот, и писать им какие-то сообщения. Но здесь, конечно, надо лимиты соблюдать, очень сильно, очень важно. И что еще придется заполнять постоянно капчу? Это вот такой метод ручной, он бесплатный, но есть какие-то затраты своего времени. Но можете, кто новички, попробовать прямо вот с такого метода бесплатного. Следующее, что можно сделать? Можно дать рекламу, можно дать рекламу во ВКонтакте. И, конечно, там надо свои знать плюсы и минусы, проходить модерацию. Сейчас прям целые такие создаются PDF-отчеты, как пройти модерацию во ВКонтакте, потому что, ну, не очень пропускают, ну, как и в любом другом Яндекс.Директ, да. Вот. Все равно надо знать какие-то моменты. И плюс это стоит денег. И зачастую денег даже очень хороших стоит. И еще какой есть вариант, если не хочется ручками, не хочется изучать методы рекламы, есть вариант, что вы приобретаете себе систему ВК-мани по поиску кандидатов. Что эта система делает? Эта система, она делает очень точечно выборку такую, выборку людей из социальной сети ВКонтакте. Вот можно делать выборку людей, которые новые только вступили в группу. Например, вы продвигаете снижение веса и берете людей только тех, которые вступили в группы за последние сутки по теме снижения веса. Если они вступили, значит, их это интересует, да. Вот они именно сейчас интересуются. И они… И это ваша самая горячая целевая аудитория. И ВК-мани что делает? Она отправляет им заявку в друзья, плюс еще отправляет два первых сообщения. Ну, как вы настроите? Хотите одно первое сообщение, хотите два сообщения. Как еще я делаю? Вот, например, мне надо продать, продать, продвинуть курс по созданию MLM-блога. Я нахожу группу, вот там, где MLM-блог написано. Может, их не так много, может, их там 2, 3, 5 этих групп. Я нахожу группу, и я беру оттуда людей, которые в этой группе. Если группы большие, то я беру только активных людей, то есть это те, которые пишут комментарии, которые… опять же, эта программа дает возможность выбрать этих людей. Которые пишут комментарии, которые лайкают на стене. Если группа маленькая, то могу и всех людей взять и сделать себе выборку. И вот смотрите, я взяла группу, например, MLM-блог за час. Взяла людей, всех с этой группы. То есть они уже собраны. Это моя целевая аудитория. И дальше программа им отправляет заявку в друзья. А люди, когда переходят на мой аккаунт, они видят мое уникальное торговое предложение. То есть что я тоже могу сделать MLM-блог за час, и даже более там для этих, для этих, и то-то, и то-то у меня есть. Но и на этом не останавливаюсь. А когда программа добавила человека в друзья, она автоматически отправляет им сообщение. Вот так как вы настроите, так она и будет отправлять. Вот в данном случае у меня… Я темы разные беру, потому что у меня разные направления, разные продукты. Вот в данном случае у меня написано, отправляет такое сообщение. «Здравствуйте, я вас увидела в группе MLM-блог за час. А вам эта тема интересна? Или а вы уже создали свой MLM-блог?» И вот если человек пишет «Да, создал». Ну, я могу дальше, допустим, его на какую-то другую тему перевести. А если он пишет «Нет, только планирую» или «Только присматриваюсь». Понимаете, это по большому счету вы можете взять людей ваших конкурентов и с ними поработать хорошо. И дальше я уже с человеком работаю, если он планирует, да, дальше я ему тогда уже пишу. А вам интересно было бы, допустим, этот MLM-блог создать самому под ваши или сделать еще круче. Это будет как клуб вашей команды. Вот. Все. Да, интересно, и люди присоединяются. То есть вот можно вот таким методом привлекать людей через систему ВК-мани. И еще вот у меня написано здесь «MLM 3.0. Диалоги ВКонтакте». Вообще по поводу диалогов они идут простейшие для системы ВК-мани. И чем проще будет диалог, то есть вы группу взяли на такую тему, спросили, я вас увидела в этой группе, вам тема интересна? Да, интересно. И дальше уже «А хотите получить консультацию?» «А хотите узнать подробнее?» «А хотите…» «Ну, что-то уже свое предлагаете по этой же теме». Если будет все так настроено, то у вас все будет работать очень четко и очень классно. Так, идем дальше. Да, друзья, и вот смотрите, вот в этой системе «Антиспамер» мы рассматриваем вот все эти темы, все эти темы рассматриваем. И плюс еще вам дается бонусом. Вам дается бонусом. Вот это ВК-фабрика, и в этой ВК-фабрике 5 персонажей для создания аккаунтов ВКонтакте, с которыми вы будете работать. И плюс еще на 5 дней вам включается на 5 дней вам включается тестирование системы ВК-мани на 5 суток. То есть вот эти бонусы, они сами стоят гораздо дороже, чем сам курс, мини-курс «Антиспамер». То есть этот курс стоит 147 рублей. Поэтому, кто еще не с нами, присоединяйтесь. Будем тестировать ВК-фабрику, будем тестировать ВК-мани. Ну, и вы сможете пощупать, так сказать, что это такое, чтобы не покупать. Знаете, вот как оно у меня будет работать, как я его настрою. А вы сможете это все пощупать. Такой сделать тест-драйв. И у меня вот сегодня буквально, ну, так, знаете, и это не первый раз такая приятность бывает, когда люди пользуются вот этой системой ВК-мани, потом говорят, ой, я там чего-то попробую другое. И не проходит и двух недель, как они стучатся обратно. У меня сегодня такая же ситуация была. Говорят, нет, я все-таки буду пользоваться ВК-мани. Почему так происходит? Так происходит потому, что у нас в чате техническая поддержка, у нас всегда идут какие-то обучения, у нас полно всевозможного видео, вот, то есть таких коротких видеороликов. То есть вы всегда находитесь, ну, в кругу людей, тех, которые тоже пользуются этой системой и которые вам могут помочь. И еще что? И еще вот в этой программе антиспамер и ВК-мани, и ВК-фабрики есть партнерская программа. Партнерская программа, причем, что очень удачно и удобно, возможно, люди, кто-то вот пришел, да, из вас пришел, я, в принципе, точно так приходила, и никакого опыта заработка в интернет не было совершенно. Вот даже не знаешь, как один доллар заработать. Вот вообще настолько, кажется, ну, откуда они у тебя там появятся, вот перед тобой стоит компьютер, откуда они вылезут, этот доллар? Вот в таком было виде. Вот, но тем не менее, да, время прошло, мы научились зарабатывать, и вот эти первые свои деньги в интернете я заработала на партнерской программе. То есть были какие-то книги по MLM-бизнесу для сетевиков, вот, и я где-то ссылки поставила, и человек купил набор таких книг для своей команды. К сожалению, у меня этого человека ни телефона, ни e-mail, ничего не осталось, потому что там система была так построена, что ты видишь только, когда у тебя кто-то покупает, но нету его никаких контактов. Вот в этом был, конечно, минус такой, но это были первые заработанные деньги, а здесь, друзья, в партнерской программе вы даже будете видеть контакты тех людей, которые перешли по вашей ссылке, и то ли просто в партнерку зарегистрировались, да, то ли что-то приобрели, но вы будете видеть их контакты, те, которые они оставили. И вот уже на этом этапе вы сможете с ними пообщаться, например, написать письмо, что даже если человек ничего не покупает, а просто зарегистрировался в партнерку, я ему пишу такую текстовку, что «Привет, я увидела, вы зарегистрировались в партнерку, я могу поделиться своим опытом, как я на этом зарабатываю, выходите со мной на связь», и так далее, и так далее, и оставляю свои координаты. Хотите в скайп, хотите там в контакте, выходите со мной на связь. Но вы уже с этими людьми можете пообщаться, опять же узнать, вот если он зарегистрировался в партнерку, значит, ему нужны деньги, да, узнать, чем человек занимается, что он хочет, о чем он мечтает, планирует, и этому человеку рассказать о своем бизнесе, этому человеку уже, когда вы его знаете, когда вы уже с ним пообщались, то рассказать о вашей компании. Ну, а как минимум предложить вот тот же ВК Мани, потому что там очень щедрая шестиуровневая партнерка, или ВК Фабрику, или курс «Антиспамер». Так, друзья, жду от вас обратной связи. Если у вас какие вопросы возникли, пишите. Так, если вопросов нет, если вопросов нет, значит, тогда присоединяемся к «Антиспамеру». Возможно, многим нужно это не для того, чтобы научиться, вы уже все умеете, для того, чтобы увидеть, что там внутри и людей подключать на вот эту тему. Так, хорошо, я жду от вас вопросов и желаю вам такого комфортного продвижения в интернет вашего бизнеса через социальную сеть ВКонтакте и через другие методы продвижения, через другие методы рекламы. Возможно, кто-то будет работать вручную, пока не надоест. Возможно, кто-то будет работать рекламой, а кто-то запустит систему ВК Мани. Все, всем пока-пока. Если есть вопросы, пишите. Если вопросов нет, значит, до встречи в скайп-чате. Спасибо. 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 Спасибо.